Всем привет! Меня зовут Елена Белова и вы на моем творческом канале. Многие зрители знают меня как автора вязаных игрушек, но вязать я люблю не только игрушки, но и разные предметы декора для дома и в частности для своего рукодельного уголка. В этом году я навязала много корзинок из трикотажной пряжи. Видео про них есть у меня на канале, ссылочки оставлю под видео. Если интересно, зайдите, посмотрите. Конечно, я их выставляю не все сразу, а тематически в каждое время года. Осенью я вам показывала свой осенний рукодельный уголок и мне давно было уже пора сменить осенний декор на зимний, новогодний. Признаюсь, я до сих пор этого не сделала. Все это время вязала подарки, делала для вас новогодние мастер-классы, а поздними вечерами, плавно переходящими в ночь, вязала, покрывала накидку на свое рукодельное кресло. Со временем я поняла, что долго сидеть вязать могу только в нем. Все-таки возраст дает о себе знать. Очень его люблю. Кресло у меня светлое, а я все никак не могла подобрать на него накидку. Поэтому пришлось шить самой из недорогого пледа. Я вам показывала это в том видео про свой осенний рукодельный уголок. Если вы его не смотрели, то ссылочку я оставлю также под видео. Но все равно это был временный вариант. Для меня рукодельный уголок это не просто место для вязания и творчества, но и то место, которое должно меня вдохновлять и создавать творческое настроение. Поэтому мне очень хотелось как-то украсить свое креслице. В начале ноября я делилась с вами своими планами и показывала вот эту пряжу для накидки на кресло. Это пряжа Yarnard Jeans 55% хлопка и 45% полиакрила. Сначала думала использовать вот эти два цвета. Вот такой бежевый номер 87, хотя он там по-моему называется какао или кофе с молоком, не помню точно. И вот такой темно-бирюзовый, но я бы сказала, что это пыльно-мятный. Номер 81. Мне показалось, что эти цвета очень похожи на те цвета, которые я использовала в своем рукодельном коврике. Видео про то, как я вяжу этот коврик, также есть на моем канале. Кому интересно, ссылочку оставлю под видео. Я его вязала в этом году вот из такого шнура, тоже Yarnard Macrame Cort 3 мм. 60% хлопка и 40% вискозы. 250 грамм 85 метров. Покажу и номер цвета. Из такого шнура вязала в первый раз, другого опыта у меня не было. Никогда такой толстой пряжей, тем более шнуром, я не вязала. Использовала очень большой крючок, сейчас не вспомню. Но в том видео, где я вяжу свой коврик, все подробно рассказываю. Коврик у меня находится рядом с креслом, поэтому хотелось подобрать более-менее похожие цвета для накидки. Конечно, если вот так близко приложить и сравнить, это не совсем одинаковые цвета. Я подумала, что ничего страшного, если чуть-чуть цвета будут отличаться. В коврике я использовала два цвета, а для вязания своей накидки три цвета. Чуть позже я купила еще вот такие моточки. Это номер 76. Он немного светлее номера 81. Но если сравнить с трикотажным шнуром, тоже не совсем одинаковые оттенки. Я никак не могла определиться вот в этих двух оттенках. Один очень светлый, другой темноватый. Если в мотке мне он кажется очень красивым, то в полотне при моем освещении цвет уже не такой красивый. Он более темный и кажется даже каким-то грязноватым. Я немного связала, но все потом распустила. Решила ввести еще вот этот цвет посветлее. И так мне понравилось намного больше. С цветом пряжи я определилась. С формой покрывала тоже все понятно. Нужно было связать один длинный прямоугольник на само кресло, два прямоугольника на ручке кресла и один прямоугольник на банкетку. Осталось дело за малым, определиться с узором для покрывала. Вязать из квадратов и мотивов я не хотела. Думала про жаккард, но это очень долгий процесс. Нужно постоянно внимательно следить за схемой узора. А мне так хотелось просто вязать, не задумываясь. Механически. Просматривая какой-нибудь фильм или видео на ютубе. Мне нужен был плотный узор, не ажур. Но простыми столбиками вязать как-то не очень интересно. Искала в интернете, залезла в свои старые книги и нашла. Интересный, фактурный и при этом очень простой узор. Вот такой. Да, конечно, картинка черно-белая. Но в принципе понятно, как этот узор будет выглядеть на полотне. Название узора книги нет, он идет под номером. Схему узора я вам показать не могу, чтобы не нарушать авторские права. Как я поняла, этот узор называется кожа дракона. И видео, как вяжется такой узор, есть в ютубе. Можете набрать и посмотреть. Вяжется очень просто, очень быстро. Нашла узор вот в такой книжечке. Эта книга досталась мне еще от мамы. Автор Гирич. Тысяча узоров вязания крючком. Издательство 1993 года. Вот такая старенькая книжечка у меня есть. Покажу содержание. Здесь есть и плотные узоры, рельефные, с вертикальными полосами, с горизонтальными полосами, полосами по диагонали, касаясь сетка, фоновые узоры, ажурные, квадраты, филейная сетка, разноцветные узоры и отделочные. Ну а также условные обозначения. Когда я только начинала вязать и пробовала вязать вот по этой книге, это просто был взрыв мозга. Конечно, объяснение в словах, как вяжется тот или иной узор, никогда не сравнится с видео уроком. Поэтому с большей частью узоров я, конечно же, не справилась. На мой взгляд, очень красивое полотно получается в этом узоре. А главное, вяжется легко, быстро и просто. И само название мне понравилось. Кожа дракона. Да, я решила облачить свое креслице в кожу дракона. А с изнаночной стороны этот узор смотрится вот так. Правда, вязать этот узор несколькими нитями можно только полосками. Пробовала вязать и пошире полоски, и поуже. Одна шире, другая поуже. Все не то. Да, и к тому же, с одного края, где я меняла цвет нити, складывалась не очень привлекательная картина. С одной стороны все хорошо, с другой просто ужас кошмарный. Провязала сантиметров 40 и решила попробовать сбоку обвязать столбиками без накида. Но стало выглядеть еще хуже. Я расстроилась и все распустила. Но мысль, что я все-таки хочу покрывало на кресло, меня не оставляла. Тогда я попробовала использовать не три цвета для основного полотна, а два. Вот эти два. 81 и 76. Вроде бы у меня стало что-то получаться. Наконец-то я наслаждалась и просто вязала. Я сказала, что узор вяжется легко и просто. Да, это так. Но в процессе вязания у меня возникла проблема. А проблема в том, что когда я провязывала вот этот ряд с такими выпуклыми столбиками с накидом. В конце ряда я также должна была заканчивать столбиками с накидом. Но с каждым рядом у меня края стали вытягиваться. То есть полотно получалось неровным. Поэтому я решила провязывать в конце, после столбика с накидом, полустолбик с накидом и заканчивать столбиком без накида. И соответственно так же начинала. Сначала столбик без накида, потом полустолбик с накидом, а дальше столбики с накидом. И только тогда полотно стало ровным. Не знаю, почему у меня так выходило. Если вы вязали такой же узор, пожалуйста, поделитесь в комментариях, возникала ли у вас такая проблема. Возможно дело в том, что когда я вывязывала вот эти выпуклые столбики с накидом, мне нужно было поднимать его на такую же высоту, как и предыдущий обычный столбик с накидом. Я думаю, что именно в этом дело. Но как видите, я нашла для себя выход. А пока вязала, думала, как и куда мне все-таки ввести вот эту бежевую ниточку. Решение было очевидным. Вязать по низу и по верху другим узором. Не таким плотным, можно даже ажурным. Да, и я сразу решила, что хочу сделать кисточки. Этот узор я также нашла в своей старой книжечке. Вот так он выглядит. И я поняла, это то, что мне надо. Единственная проблема была в том, что я никак не могла понять, как вяжутся вот эти скрещенные столбики с накидами. Снизу и сверху этих скрещенных столбиков проходит ряд со столбиками с накидом и со столбиками без накида. И сверху, и снизу. А как провязывать вот эти скрещенные столбики? Я честно пыталась разобраться по описаниям в этой книге в условных обозначениях, но мне эта наука не далась. Так как в книге нет названия узора, здесь все узоры идут по номерам, я просто набрала в ютубе, как вяжутся скрещенные столбики. Нашла несколько видео уроков, конечно, не конкретно этого узора, но мне важно было понять, просто как именно вывязывать вот эти перекрещенные столбики. И оказывается, это делается очень просто. Просто наберите в ютубе перекрещенные столбики крючком или скрещенные, я уже не помню, как правильно я набирала. Я просто посмотрела принцип вывязывания таких столбиков, а уже потом применила эти знания для вывязывания этого узора. Я также изменила количество накидов в этих столбиках, в узоре, по-моему, было 4 накида, я решила сделать 6, для того, чтобы у меня вот эта вот полоса со скрещенными столбиками была немножко пошире. А сверху и снизу этих столбиков провязала бежевой ниточкой. Здесь один ряд идет столбики без накида, второй ряд столбики с накидом и опять столбики без накида. Потом меняла нить вот на эту, более светлую. Снова провязала один ряд столбиками без накида, а потом вывязывала вот эти скрещенные столбики с шестью накидами. В каждой паре по 4 столбика. Между крестиками оставляла столбик непровязанным, а также не провязывала столбик между вот этими четверками и снизу и сверху. То есть снизу я пропускала петельку, а сверху провязывала воздушную петлю. Затем я снова провязала ряд столбиками без накида, тем же цветом, что и перекрещенные столбики. Затем снова перешла на бежевый и повторила то же самое, как и в начале. Ряд столбиками без накида, ряд столбиками с накидом и еще один ряд столбиками без накида. Просто крепить кисточки к ровному полотну мне не хотелось, поэтому я решила провязать последний ряд вот такими веерочками. Каждый веерочек состоит из 10 столбиков с тремя накидами. Я провязывала сначала 5 столбиков с тремя накидами, набирала воздушную петлю и затем 5 столбиков с тремя накидами. И как раз там, где у меня воздушная петля, я крепила вот эту кисточку. А сам ряд с веерочками провязала вот такой ниточкой, более темной. Кисточки я также решила делать не одного цвета, а использовать все три. И так как в основном полотне бежевого цвета у меня нет, только снизу и сверху по две полосы, поэтому бежевых кисточек у меня больше. На ручке кресла и на банкетку я использовала основной бежевый цвет. Также вязала вот этим узором кожи дракона. По низу полотна также провязала вот этот ажурный узор, только использовала цвета немножко в другом порядке. И также сделала кисточки. Накидку на ручке кресла я вязала также прямоугольником. Но так как у меня ручки на кресле не прямые, они идут как-то под наклоном, Поэтому я один край вот так подогнула и сшила между собой. Вот эта часть заправляется немножко вовнутрь кресла. Можно было конечно прям вывязать по ручке, но я уже столько долго вязала это покрывало и снова мучиться и вывязывать эти ручки мне просто не захотелось. Поэтому я провязала просто прямоугольник и подшила один край. Основной цвет полотна на банкетке у меня также бежевый, а по краям провязала ажурный узор так же как и на ручках кресла. С одной стороны и с другой. Знаете, когда я только начинала вязать накидки на само кресло, на ручки, на банкетку, до конца у меня не было представления, что же у меня получится. Я не делала эскизов, не вязала образцы, как это делают нормальные люди, мне нужно было все и сразу, поэтому я только недели две приступала вязать, распускала, снова начинала и снова распускала. И вот спустя полтора месяца мое покрывало, накидка на само кресло, на ручки и на банкетку готово. Если вы думали, что у меня всегда все легко вяжется и сразу получается, то вот вам пример, как это бывает у меня и довольно часто. Я бы с удовольствием воспользовалась чужим мастер-классом, если бы нашла то, что мне нужно. Но так как я сама до конца не знала, что же мне нужно, пришлось помучиться. Сразу вспоминаются слова, если долго мучиться, что-нибудь получится. И у меня что-то получилось. Размеры покрывала на кресло, на ручки кресла и на банкетку я вам покажу на схеме. Расход пряжи такой. Цвет номер 81, 10 мотков. Номер 76, 11 мотков. И номер 87, 12 мотков. А все это вязала крючком номер 1, 75. Вот таким простым железным крючком. Во время вязания собирала вот эти этикетки и потом просто посчитала. Да, получилось много и не очень бюджетно. Но я вязала для себя любимой, вернее для любимого кресла, поэтому мне не жалко. Лучше я буду без новой кофточки, но зато с новым покрывалом. Вот такие у меня приоритеты. Ну и конечно же покажу вам несколько фотографий моего покрывала накидки на самом кресле. Но показывать буду вам только кресло, не в своем рукодельном уголке. Потому что хочу сделать отдельное видео про то, как я оформила свой зимний, новогодний рукодельный уголок. Все равно показывая на столе, я думаю, что вам не очень понятно. Поэтому давайте посмотрим мою накидку на кресле. Субтитры создавал DimaTorzok Пока до конца не поняла, полностью ли я довольна результатом или нужно было как-то сделать по-другому. Поинтереснее, что ли. Но, честно говоря, я так устала уже его вязать. А главное, мне очень хотелось его довязать до Нового года. И показать вам свой новогодний зимний рукодельный уголок. Конечно, с новым покрывалом. Но это будет уже следующее видео. И, скорее всего, последнее в этом году. В нем хочу также подвести свои итоги уходящего рукодельного года. И заодно поделиться планами на будущий год. Интересно? Тогда обязательно проверьте подписку на мой канал и нажмите на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления на телефон о моих новых видео. На этом у меня все. Буду с вами прощаться, но ненадолго. На пару дней. До следующего заключительного видео в этом году на моем канале. До скорой встречи. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»